27 января весь мир отдает дань памяти жертвам Холокоста, одной из самых страшных страниц в истории человечества. Традиционные памятные мероприятия в Одессе прошли с участием городского и областного руководства, родственников тех, кто пострадал от Холокоста, волонтеров у мемориала в Прохоровском сквере. Именно оттуда в годы Второй мировой войны начиналась Дорога Смерти в гетто на Слободке, а также к местам массового уничтожения евреев в Доманевке и Богдановке Николаевской области. По данным, которые привели в справочниках по Одесской области и самой Одессе, было уничтожено на территории Транснистрии. Это та территория, которая была под юридикцией румынской администрации, считается от 300 до 500 тысяч евреев. Это и 22, в том числе 22 тысячи это были дети. А трагедия, как мы считаем, Бабий Яр для Одессы, это символ одесской трагедии. Это пороховые склады, которые находятся буквально отсюда несколько километров, где были сожжены заживо 25 тысяч человек. Это евреи, это дети, это старики, это женщины. Буквально за одну ночь. Собравшиеся возложили цветы, зажгли поминальные свечи и прочитали молитвы в память погибших. Память – это недостаточно. Нужен урок. Что я могу сделать, чтобы это больше никогда не повторилось? Вот сегодня утром был молебен в синагоге. Главный раввин Одессы и Юга Украины проводил его. Мы вспоминали, конечно же, мы молились о душах тех людей, которые ушли. Но также мы молились о душах тех людей, которые живут сегодня, чтобы им хватило сил и разума сделать правильный выбор в сторону добра. Вот это самое главное, это урок этого дня. Больше, я думаю, что больше ни о чем говорить, больше не нужно. Нужно сделать правильный выбор. Выбор добра. Тогда в этом мире будет мир. Люди же будут жить в мире. Когда люди будут жить в мире, будет процветание. Тем, кто в годы войны спасал евреев от уничтожения, Израиль присуждал почетный статус праведник мира. В свое время в Одесской области был 251 праведник мира, но до наших дней дожила только одна женщина, которая недавно отпраздновала свой 99-й день рождения. У нас было 250 праведников мира. И вот здесь, вы видите, аллея праведника мира. Мы здесь каждый год сядем в березки. И вот тут фамилии написаны праведника мира. И мы сейчас, уже согласованно с мэрией, по нашей просьбе, будет названа улица именно праведника мира на Слободке, там, где было Слободское и Одесское гетто. Сегодня ведется разработка проекта по благоустройству Прохоровского сквера. Планируется дополнительное озеленение. Памятник реставрируют и сюда перенесут в музей жертвам Холокоста. Также уже подписан меморандум с немецкими партнерами о благоустройстве территории памятного знака, где во время оккупации Одессы были сожжены более 25 тысяч жителей города. Реконструкцию планируют в районе бывших артиллерийских складов, в районе площади Толбухина. Реконструкцию планируют в районе бывших артиллерийских складов, в районе площади Толбухина.